Светлана Шиховцева Светлана Шиховцева И отпустить женатого, да, совершенно верно А если все же вот, ну, любовь, вот, хочет женщина быть именно вот с этим мужчиной Но я понимаю, что какую одну из женщин остановит то, что, возможно, когда-то он и с ней также сможет поступить Но вот нет, вот она хочет, она влезает в эту семью Тут, ну, я не знаю, тут, наверное, жене уже к психологу нужно обращаться Ну вот, кстати, жены чаще обращаются к психологу с тем, что муж изменяет, да, то есть это чаще история Есть просто такое мнение, что победит та, у кого терпения больше Потому что если мужчина сам не принимает решения уходить, не уходить, да, то есть что-то же его все-таки останавливает Он почему-то остается с этой, своей супругой, да, вместе То здесь вот кто будет более терпеливый, кто будет более правильно себя вести, да, более мудро, скажем так А на самом деле та, которая начнет жить свою жизнь и будет очень интересная сама себе, да, та и победит женщина То есть и с той он в конечном итоге останется Ну хорошо, вот есть честный мужчина, скажем так, вот ты не прячь обручальное кольцо Я никогда Вот женатый человек, да, ну а вот знакомишься, например, с мужчиной У него нет никаких опознавательных знаков, скажем так, в виде обручального кольца Можно ли понять по внешнему виду, может быть, по одежде или по поведению, что мужчина женат А возможно, по фотографии, вот давайте мы сейчас вам покажем пару фотографий Давайте посмотрим пару фотографий Да, и попробуем По каким признакам можно все-таки Вот, пожалуйста, женат ли вот этот молодой человек Давайте попробуем определить Вот я, например, могу на первый взгляд сказать, что, скорее всего, нет Что вы скажете? А мне почему-то кажется, что женат Мне тоже кажется, что женат Почему? Ну, во-первых, я смотрю на возраст, да То есть мне кажется, ну это... Староватый? Нет, почему? Наоборот Почему я могу молодой? Наоборот, молодой, то есть и как бы здесь есть такой момент, да, что у него очень открытый взгляд У этого мужчины, да, и нету совершенно какого-то заигрывания и флирта в глазах Мне кажется, женщины это поймут, да То есть он очень открыто стоит, он совершенно как бы не заинтересован ни в чем Вот, и он очень симпатичный, мне как бы, ну вот, трудно представить, что такой парень Его уже, да, его уже одновременно Да, что у него тоже, ну, по крайней мере, девушка точно есть Открытый взгляд вы сказали, да? Открытый взгляд, да А это не зависит от того, кто фотографировал, если, например, это сделал его дедушка Дедушка Я просто... Тем более взгляд будет открытый Ну, я не знаю, просто мужчины, если ставят фотографии, например, да, на сайте знакомства Они все-таки делают какие-нибудь там все равно задумчивые, да, глаза Вот, наверное, если женат, он бы спрятал глаза за... Давайте следующую фотографию посмотрим Так, женат ли этот мужчина? Мне кажется, что вот этот мужчина не женат А почему вам так кажется? Вот, а почему не женат, да? Ну, вот как раз у него какой-то такой немножко и поза такая, да? Ну, может быть, он был, кстати, женат, да? Может быть, он уже разведен Он бывший спортсмен А, да, возможно, да, может быть И вот, кстати, вот здесь взгляд, по-моему, такой вот... Да, немножко уже игривый, да, мне тоже кажется, что немножечко игривый Такой немножко как бы вопрошающий, скажем так, да, что вот я... Ну, то есть почему-то этот мужчина, вот и по фотографии видно, что он себя немножко позиционирует, да, вот как вот я вот, подает себя. Хотя это может быть, да, действительно, просто может быть, да. Хорошо, следующее фото. Так, женат ли этот мужчина? Ой, с этим сложно. Он так эффектно спрятал правую руку, что никто не скажет. Это первое, на что я обратила внимание, как будто вы его поймали и сказали, слушай, давай, ой, у тебя кольцо, да? Вот так вот. Поэтому, ну, я бы сказала, что женат, скорее всего, да, потому что и возраст тоже предполагает, что, скорее всего, мужчины в таком возрасте редко бывают неженаты, либо уже разведены, да, соответственно, вот, я бы сказала, что женаты. Ну, чисто интуитивно, опять-таки. Вы определяете, а, по внешности? Больше по внешности, да. По седине, может быть, потому что я-то как раз тоже, как будто бы его ровесник. Нет, у вас все хорошо. Мне кажется, все-таки по какому-то поведенческому моменту, наверное, все же более опытной женщине, скажем, проще, наверное, узнать. Мне вообще кажется, что женщина чисто интуитивно всегда это чувствует. То есть есть такое понятие, что от женатого мужчины все равно пахнет другой женщиной, да? Да, то есть какой-то вот такой запах, он все равно есть. Конечно. Это вот, да, мы понимаем, то есть мы друг друга понимаем. И есть еще такой момент, то есть я всегда говорю, что если ты настроена на то, чтобы строить серьезные отношения с мужчиной, да, что тебе мешает, ну, может быть, не при первой встрече, но при второй попросить паспорт. Конечно, спросить прямо откровенно. Не боясь того, что он на тебя подумает, да, не боясь того, что он скажет, что, как, а что, она замуж хочет? Да, я хочу замуж, ну, то есть, в принципе, я хочу построить отношения, я хочу детей, да? И это будет абсолютно нормально. То есть какой бы он ни был бы прекрасный, да, то есть нормальный, адекватный мужчина, которому нечего скрывать, вот, собственно, идет и скажет, вот, да, конечно, посмотри, пожалуйста. Самое главное, чтобы мужчины это понимали, что когда женщина на свидании спрашивает паспорт, он должен понимать, она ипотеку на меня хочет оформить? Можно вот так показать. В долгосрочных отношениях она может на него ипотеку оформить, это будет совместно. Ну, да. Это надо тоже понимать мужчину. Фамилию хочет посмотреть. Ну, хорошо, а есть ли какие-то все же плюсы в отношениях с женатым человеком? Конечно, это ощущение того, что тебя всегда любят, да, что ты всегда желанна, что ты очень нравишься этому мужчине, да, то есть это какая-то вот такая, не знаю, история немножко даже детективная, да, там какие-то переписочки, подожди, я тебе перезвоню, да. То есть если говорить именно просто про то, что интересно, весело жить, то однозначно, конечно, плюсы есть. Ну, возможно, у вас есть советы нашим телезрительницам, которые столкнулись с этой все же, я скажу, проблемой, да, что в их жизни появился женатый мужчина, и на перепуте каком-то находится вот эта девушка, и не знает, как себя дальше вести, что ей делать в этой ситуации. Совет, ну, конечно же, было бы здорово, если бы она пришла к хорошему психологу, да, если бы она нашла такого человека, пришла бы и решила, да, то есть что, собственно, ей делать. То есть, наверное, не бросаться в омут с головой, да, и не верить однозначно тому, что он говорит, что мне так плохо с женой, ты знаешь, ну, вот. Я ей не могу говорить, потому что она болеет. Да, она болеет, у нас дети, там, пять, мне надо всех обеспечивать. А вообще мы уже почти в разводе, да, но при этом мы почему-то вместе живем, а потом она оказывается беременна, ну, как-то странно, да. То есть не верить на слово и понимать, что если мужчина действительно не хочет быть женщиной, он, как правило, берет и уходит, да, хотя мужчинам это дается гораздо сложнее, чем женщинам, да, и понимать, зачем ты туда идешь. Вот когда есть цель определенная, да, то есть хорошо, я иду в эти отношения, мне классно с этим мужчиной, ну, мне вообще это нравится, да, то есть признаться, собственно, в этом, то это уже путь к тому, чтобы разобраться в этой проблеме и выйти из этих, ну, скажем так, болезненных все-таки отношений. Ну что ж, Светлана, спасибо вам большое. Спасибо вам. Единственное, наверное, пожелание всем нашим телезрителям, что на чужом несчастье счастье не построишь, так что ищите, дорогие девушки, своего мужчину, выходите замуж и будьте счастливы.